Русская стена. Почему китайцы со своим чудом света опоздали как минимум на полторы тысячи лет? Всем здоровья от нашего канала. Сегодня Парен ТВ посмотрел очередной выпуск Территории заблуждений с Игорем Прокопенко. Сегодня 11 марта 2017 года. Да, люблю я посмотреть передачи с Игорем Прокопенко. Несмотря на то, что они говорят там много глупостей, но и частенько говорят много интересных вещей. Так вот, сегодня помимо всего прочего, как раз зашел разговор и о Великой Китайской стене. О том, что бойницы не в ту сторону бла-бла-бла. И что интересно, о том, что по северную сторону от стены были найдены мумии белых людей. Давайте посмотрим этот отрывок. Я не мог подумать, что позже ученые обнаружат, только представьте, более тысячи таких мумий. По соседству с китайцами жили белые люди в районе Урумчи на северо-западе Китая. Там обнаруживаются люди совсем не монголоидного облика в захоронениях. Это очень высокие люди. У них у некоторых даже там сохранились волосы, светлые рыжие волосы. Они белокожие и по облику типичнейшие европеоиды. Но как появились эти мумии в Китае, в самом сердце азиатской культуры? Ведь принято считать, что Европа и Азия развивались в это время независимо друг от друга, не контактируя между собой. А теперь оказывается, что сотни лет назад в Китае жили европейцы. В современной истории такой термин существует. Белые люди Китая. Не так давно в Туримской впадине были обнаружены мумии. Мужские и женские мумии. Притом они неплохо сохранились. Так вот, исследования ДНК мужской мумии показали, что там гаплогруппа Р1А. То есть это предки, наши предки. Поэтому можно предполагать, что и вот эту стену, стену строили наши предки. Или строили там какие-то иные племена по заказу там, или под руководством, под руководством наших предков. Так вот, эту самую мысль я высказал еще полтора года назад в своем видео. Его, правда, на ютубе заблокировали. Но придется его, видимо, сейчас реанимировать. Что-то сократить. И сейчас я вам его покажу. Приятного просмотра. Всем здоровья! Это Димон Шубин. И сегодня мы поговорим о китайце. А вернее, о Великой Китайской стене. Дело в том, что в последнее время пошли слухи, будто бойницы Великой Китайской стены направлены на юг. То есть в сторону основной части Китая. И получается, что китайская стена защищает не Китай, а наоборот защищает кого-то от Китая. Мне такая движуха понравилась, и я стал разбираться. Давайте разбираться вместе. Официальная история считает, что Великую Китайскую стену начал строить первый император Китая Цинь Шихуаньди. Две с лишним тысячи лет назад. Кстати, название страны Чайна произошло как раз от имени первого императора. И на многих европейских языках название страны звучит аналогично, как Чайна. Можете проверить это в каких-нибудь переводчиках. Но только не на русском и не на родственном языках. Не на украинском, не на белорусском. У нас название страны произносится как Китай. Китай состоит из двух слов. Кий – это забор, стена. И тай – вершина, высокий. Получилось, что Китай – это высокий забор или за высокой стеной. Все мы, например, знаем, в Москве такой район – Китай-город. Естественно, там никогда не жили китайцы. Это просто значит, что город за высоким забором, за высокой стеной. Раньше там и существовала крепостная стена. Сейчас от нее остались лишь некоторые участки. Но давайте вернемся к строительству Китайской стены. Технологий в те давние времена еще не было. И стену строили просто из кресованной земли. Но первый император правил недолго. И Великую Китайскую стену продолжили строить уже другие династии. Так продолжалось примерно до 17 века нашей эры. А может быть даже и дольше. Последние участки стены строили уже использованием технологий из камней, из кирпичей и даже связующего раствора. Именно эту стену мы сейчас и наблюдаем. Очевидно, что за столь длительное время, это две тысячи лет с лишним получилось, стена перестраивалась неоднократно и не всегда на одном и том же месте. На некоторых участках стены туристы сейчас смогут увидеть разрушенные стены вдалеке от основной. К тому же недавно СМИ Китая объявили о том, что протяженность Великой Китайской стены составляет более 20 тысяч километров. Хотя раньше считалось, что примерно 6 с половиной тысяч километров. Видимо, посчитали не только действующий участок стены, но и старые заброшенные участки. Именно на таком заброшенном участке стены британские археологи в 2011 году ввели раскопки и обнаружили, что бойницы направлены как раз на юг, в сторону Китая. Но с тех пор участок этот для археологии закрыт и никакой информации по этому поводу больше не поступало. Если вы владеете китайским языком, то, пожалуйста, погуглите еще каким-то образом, поищите информацию об этих раскопках. Ну а что касается современного участка стены, то там, скорее всего, конечно, бойницы направлены уже в нужную сторону, в сторону от Китая. Хотя сам я на стене не был, но в Китае был пару раз. Если вам удастся побывать на стене, пожалуйста, тоже посмотрите и сфотографируйте, и пришлите фотографии или видео. Но давайте вернемся к археологии. В этот раз мы будем копать не Великую Китайскую стену, а территорию, расположенные севернее от стены. Провинцию Китая Синьцзянь. Китайские археологи нашли в этой провинции очень много различных мумий, которые хорошо сохранились. Но нас будут интересовать только мумии белых людей. В частности, ребенок в одежде, с камешками на глазах. Женщина с русыми волосами и с косой, заплетенной в косы. А также мужчина с бородой и с рисунком солнца на лице. Что-то вроде татуировки. Возраст этих мумий составил от 3 до 4 тысяч лет назад. Исследования проводили итальянские и американские ученые. Они, конечно же, заявили, что это мумии европейцев. Но для нас это не столь важно. Сейчас для нас важно то, что на территории Северного Китая, Северной Великой Китайской Стены, много тысяч лет назад, жили белые люди. И, кстати, еще археологи на северных территориях Китая, уже в других областях, находили черепки, собственно, керамику с надписями «Руницы». Нужно тоже это иметь в виду. Давайте подведем предварительные итоги нашего расследования. Что мы имеем? Первое. Название «Китай». Высокий забор, высокая стена. Второе. Расходки старых участков стены с бойницами на юг. И третье. Мумии белых людей и керамики с надписями «Руницы» в Северном Китае, северней Великой Китайской Стены. Давайте продолжим наше расследование. На этот раз обратимся не к раскопкам, а к энциклопедиям, древним картам и глобусам. На картах XV-XVII веков на месте Евразии отчетливо видно огромную страну, которая называется Великая Тартария. На некоторых картах изображены несколько тартарий. Северная Тартария, Китайская Тартария, Вольная Тартария и так далее. Кто же такие тартары? Заметьте, не татары, а тартары. Так вот, согласно сведениям испанских, британских и французских энциклопедий XVI-XVII веков, на территории Тартарии проживали люди белой расы, они имели усы и бороды. Страна имела флаг и герб с изображением совы и грифона. Вы и сами можете погуглить, просто наберите в поисковой системе Тартария, Кириллицей или Латиницей, и вы получите изображение, рисунки, карты и как выглядели тартары. Таким образом, мы опять получаем, что в Северной Китайской Стены жили белые люди. Но и это еще не все. Все вы, конечно, помните, что в 1700 году нашей эры царь Петр I ввел июльянский календарь и отменил все существующие до этого календари. Нас интересует, собственно, один календарь, старый русский, по которому на то время шел, внимание, 7208 год со дня сотворения мира в Звездном Храме. Согласно ведическим писаниям, год так назван в честь заключения мирного договора между славяно-арийской расой и расой великого дракона, то есть древними китайцами. Хануман, князь Рассений, правивший в Беловоде, и Ариман, правитель Аримии, то есть древнего Китая, сотворили мир, то есть заключили мирный договор между великой расой и великим драконом, по которому поверженные Аримой, то есть китайцы, построили стену бойницами в их стороны для обозначения границы Рассений. Из всего мною вышесказанного можно сделать следующие выводы, что когда-то давным-давно на территории современной Сибири, вплоть до Тихого океана, проживали наши предки. Кстати, на этих картах Великой Тартарии можно рассмотреть не только Великую Китайскую стену, но и наличие большого количества городов. Многие путешественники нашу страну так и называли Гордарика. А на этом у меня пока все. Не прощаюсь, буду проводить дальнейшие расследования, чего, кстати, вам желаю. Всем благ, пока-пока! Ну вот, так это было полтора года назад, примерно. Мне очень приятно, что РЕН-ТВ воспользовалась каким-то образом моей идеей. Буду рождать идеи и дальше, а значит я с вами не прощаюсь. Всем всего доброго, пока-пока! Подождите, подождите прощаться. Дело в том, что пока я монтировал это видео, прошел еще месяц, сегодня 4 апреля, сегодня вышла еще одна передача с Игорем Прокопенко, правда она называется теперь уже самые шокирующие гипотезы. И в ней, опять же, сказано о Великой Китайской стене и также о календаре. Всем рекомендую посмотреть, ссылку я сейчас вам укажу. Нужно, конечно, фильтровать информацию, но выпуск очень интересный. А сейчас я точно с вами не прощаюсь. Всем всего доброго, пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok